Компания у нас немецкая, находится в Германии. Город, или так я сказал бы, деревня Шванау, рядом с границей с Францией, с городом Страсбург. Компания у нас образована в 1977 году, более 40 лет мы уже на рынке. В Германии около 200 тысяч квадратных метров занимает наш завод на территории Германии. Одновременно мы можем производить 15 счетов диаметром более 6 метров. У нас есть множество филиалов и представительств по всему миру. Построено уже 1500 километров по всему миру тоннелей, автомобильных дорог. Автомобильных туннелей, железнодорожных туннелей. Диаметр счетов у нас от 10 миллиметров до 19 метров. У нас есть разделение в компании на департаменты. Есть департамент транспортного туннелестроения, который занимается производством счетов для больших диаметров от 5 метров. Департамент коммунального туннелестроения, это счеты до 5 метров. И также у нас появилось относительно недавно ответвление горнопроходческой техникой или майнинг. Компания Херенкнехт включает в себя не только те департаменты, которые я назвал, но также у нас есть и дочерние предприятия, которые занимаются производством опалубок, навигационного оборудования, ленточных конвейеров, бурошнекового оборудования, о которых я сейчас расскажу более подробно. Что касается транспортного туннелестроения, как я уже говорил, это автомобильные дороги, железные дороги и метро. Есть разные типы установок для разных геологических условий. По всему миру уже было построено 500 проектов или 1300 километров метрополитена, 110 проектов, 625 километров железных дорог и более 230 километров автомобильных дорог. О самых значимых проектах я сейчас расскажу. То есть на сегодняшний день самый большой диаметр туннеля, построенный в мире, это 17,2 метра в Гонконге. Также один из значимых проектов это строительство туннеля в Сад-Гаттарт, швейцарских Альпах. Там очень серьезная скальная геология была, но несмотря на это оборудование справилось, и мы, в принципе, построили железнодорожный туннель сквозь Альпы. Также один из значимых проектов соединения автомобильной дороги, автомобильный туннель соединил Европу и Азию. Это под прольем Босфор на глубине под дном реки на 100 метров было произведено строительство. Это вот картинки со строительной площадки. Вот это, как я говорил уже про проект в Гонконге, соединивший автомобильная дорога, соединила два острова в Гонконге. Это автомобильно-дорожный туннель, который дальше идет в Макао. Там у нас работали два щита, один 17-метровый и другой 13-метровый, почти 14-метровый. Также между этими туннелями, там было два туннеля построено, были сделаны сбойки маленькими щитами длиной 10 метров, трехметровые щиты АВН. Всем известный это Лефортовский туннель в Москве диаметром 14,2 метра. Санкт-Петербургский туннель эскалаторный, эскалаторная шахта, 30 градусов длиной 120 метров. В Лондоне также мы поставляли щиты для строительства метро, да, метро там было. Порт в Майами. Куала-Лумпур, 6,6 метров, общая длина 9,8 километров. Интересный проект это в Катаре, к чемпионату мира сейчас там строится метрополитен, и нами было поставлено 21 щит. Артем, ты про все ваши стройки за 20 лет не расскажешь, ты расскажи, чем нашим горнякам это полезно. Я поэтому стараюсь кратко, как сказать, не углубляясь в проект. Сочи, два туннеля, дренажный туннель в Ашхабаде, метро Баку, метро Валматы, Киев. И вот сейчас я как бы просто хотел рассказать о проектах, которые уже такие более значимые были в транспортном туннеле строения. И сейчас я перехожу к коммунальному туннелю строения, это где используется оборудование диаметром до 5 метров. Применение на самом деле самое разнообразное, как вы видели, наверное, в Москве у нас много туннель-проходческого оборудования, у нас около 100 микрощитов только в Москве находятся для сооружения подземной инфраструктуры. Также оборудование у нас для разных геологий, мы подбираем соответствующее оборудование. Лозунг нашей компании то, что вы ставите задачу, мы находим решение. Начну с того, как бы с основной части нашего оборудования, это режущий ротор. То есть для каждой геологии необходим свой режущий ротор. Я углубляться не буду, есть три основных типа для мягких, смешанных и скальных пород. Как мы видим, в принципе, щиты применимы, наши щиты используются в любой геологии. Еще не было такой геологии, в которой мы не могли бы применить наше оборудование. Самыми маленькими установками у нас, это считается бурашнековое оборудование, они работают на длину до 100 метров, диаметром до 1600 миллиметров. В основном применяются для проколами под железными дорогами, автомобильными дорогами. Но также при помощи этого оборудования часто делают канализацию. Так как оборудование само не громоздкое, не требует больших затрат на мобилизацию и удобно в использовании именно в таких небольших проектах, я бы так назвал. Есть разные типы установок, я не буду на них сильно углубляться. Основной принцип, как она выглядит, делается пилотное бурение. Но если это у нас управляемая проходка, то делается пилотное бурение. И при помощи специального режущего инструмента происходит расширение до необходимого нам диаметра трубы. Грунт изымается при помощи шнека. И водями потом транспортируется уже в отвал. Как основное оборудование, я бы так сказал, которое более часто используется у нас в коммунальном тоннеле строения, это установки типа АВН с гидропригрузом и гидротранспортом грунта. Диаметры от 300 миллиметров до 5 метров. Основным преимуществом этого оборудования является то, что оно работает в сложных геологических условиях с грунтовыми водами. Происходит разработка грунта при помощи воды или бентонита, дальнейшая транспортировка на сепарационную установку. Грунт сепарируется и дальше идет в работу. То есть не требуется большое количество воды, в принципе, не расходуется, так как мы ее отсепарируем, а потом она идет в работу дальше. Принцип простой. Есть тоннелепроходческая установка. За ней идут трубы, став труб, которые при помощи рамы продавливания вдавливаются в грунт. Грунт, как я уже сказал, транспортируется на сепарационную установку, отделяется от воды, опять идет на забой, и также продолжается цикличная эта работа. Вверху стоит кабина управления, с которой оператор может управлять всеми технологическими процессами. Вот основной вид установки, то есть какие внутренности, режущий инструмент, форсунки, цилиндры управления, гидравлика. Есть два типа установок, то есть те, которые работают на длинах до 200 метров, у них стоит маслостанция в контейнере, от контейнера тянутся гидравлические линии, и установка, у которой маслостанция стоит в машине, то есть позволяет работать на более длинные дистанции. В каждой установке также есть возможность расширить ее на один диаметр выше. То есть, например, если мы работаем АВН-1000, 1280-й железобетонной трубой, то есть возможность надеть расширительную рубашку на тоннель проходящей установки и делать диаметром выше, например, 1200-й диаметр внутренний, 1500-й внешний, 1490. Навигационная система в оборудовании у нас используется для разной длины, разной навигационной системы. Если это до 200 метров, то мы применяем… Артем, регламент, я тебя прошу, расскажи о новинках. Чем полезна ваша техника верникам? Навигационная система у нас очень точная, в принципе, до 5 сантиметров измерения у нас. Это вот все, что касательно установок АВН. Также есть установки ЕПБ, так называемые установки с грунтопрегрузом. В этой установке основная отличительная черта – это то, что нет сепарационной установки, то есть мы здесь не используем воду, разработанный грунт при помощи шнека идет на ленточный конвейер, в вагонетку и дальше на утилизацию. Это вот схематично, как выглядит установка внутри со всеми ее частями. Самые первые установки, которые были сделаны нашим основателем Мартином Харингнехтом, это как раз была установка с открытым забоем, так называемая МХ-машина. Он ее собрал у себя в гараже в 1977 году. Также есть оборудование, ну, как вы знаете, которое используется для строительства метрополитенов, именно сегментная обделка. До этого было все оборудование с продавливанием труб. Оборудование сегментной отделкой тоже у нас есть разные виды, в зависимости от геологии. Я подробно не буду вдаваться в каждую установку, но для любых геологических условий установка подбирается. Основная тематика, это труба, ну, как сказать, следующая тема, это трубопроводы, которые Владимир Алексеевич, наверное, более интересны, и он очень большой опыт имеет в этом деле. Это, конечно, установки ГНБ и ННБ. Про технологию я рассказывать не буду, там делается пилотное расширение, и потом затягивается труба. У нас есть четыре типа установок. Это трейлерная, на гусеницу ходу, на раме модульная. И недавно мы сделали установку маленькую ГНБ. То есть раньше у нас были только класса Макси и Мега, то есть от 150 тонн усилия тяги. И сейчас у нас уже есть маленькие установки, 80-тонные. Артём, можно я тебе на минутку прерву здесь? Почему ещё, ну, слишком-то подробно рассказываешь. Каждое крупное предприятие, горнодобывающие, ГОК, Норильский никель, это часто градообразующие предприятия. И вот инфраструктура страдает, на добычу денег хватает, навсегда на инфраструктуру не хватает. Это, конечно, транснефть, это основное, трансгаз, это основное, с кем мы работаем. А вот города, которые полностью зависимы ещё, вот куда обращаться, это в Российское обществе без транслянной технологии. Все, кто занимается коммуналкой, это у нас. Но покажи, пожалуйста, наклонно направлено бурение, установку любую. А нет, дальше ещё мы. Вот, это то, что, ещё раз я повторюсь, то, что невозможна добыча на глубинах до одного километра. Существовавшие раньше наши буровые станки, они уходили в горизонт только больше километра. Всё, что до километра в горизонт, они практически не могли уйти, ставили наклонные там установки, пытались. Но это вот такая установка. Мы на фтакнефте за две недели полтора километровую скважину полностью подгодавливали для добычи. Это, ну, действительно прорыв, полностью готовая к эксплуатации полтора километровая скважина за две недели. Если наше будущее в тяжёлой нефти, то либо нам выпускать нужны эти штанки, они в программу именпратору включены, и толку от того, что они включены. Но они сами производиться не будут. Производят Херинг-Нех, Прайм-Дриллинг, опять же, ведущие немецкие компании. Ну, бог ради, нам хотя бы их нужно покупать, нужно думать о будущем. Ну, и, наверное, думать, как и производить эти штанки. Ещё раз, уходят на любых глубинах. Её преимущество в том, что она на любых реечного типа, на любых глубинах может уходить в горизонтальную скважину. И, фактически, вот в Татнефте это 300 метров глубина до плашта, и по плашту 600-700, в зависимости, 800 метров горизонтальная скважина, которая может уже либо прогревать плашт, либо воздействовать как-то через неё на плашт, либо уже добывать готовую нефть. Вот такие машины, которые нужно ставить и на шельфе, которые нужно ставить и на... Всегда не хватало, и сейчас не хватает обустраивать отработанные пространства в угольных шахтах, в рудниках. И этот вопрос сейчас становится ребром и очень опасным, что отработанные пространства начинают проваливаться, начинают города трещать. И вот благодаря таким установкам мы сможем, вот вчера как раз ребята рассказывали, какие хорошие смеси можно закачивать в отработанные пространства, чтобы обезопасить от этих провалов, обезопасить, откуда все взрывы на угольных шахтах. Это как раз денег хватает на дегазацию там, где добыча идёт, а денег не хватает там, где уже отработано. Но закладываем все выходы газа в основном оттуда. Вот дегазацию, а может быть и заполнение такими материалами, как вчера ребята приставляли, чтобы вообще обезопаситься от выделения газа в шахты. Меньше будет взрывов, меньше будет погибших людей. Но это вот то, что я просто приближаю к тому, как широко на каждый штанок. Ты просто перечисляешь тоннели, а тоннели это коммунокалка. Я с оборудованием знакомлю хотя бы как визуально. Но ты слишком долго знакомишь, у нас довольно мало времени. Я понял, я бы старался быть оперативно. Поэтому я даже за тебя расскажу. Мы пять лет Дайрек Пайп. А дальше будет, я тоже ещё хотел. Только коротко, пожалуйста. Коротко, хорошо. Газпрому Китай, куда мы ездили, я в составе Газпрома, но неделю мы их ни на копейку не могли подвинуть. До тех пор, пока господин Хеник Нек не пришлал письмо, что мы с нами готовы выполнить в три раза быстрее и в два раза дешевле. Но только тогда мы их смогли как-то делегацию китайскую подвинуть. Я не буду называть коммерческие тайны эти, какие там суммы. Но, тем не менее, ни на копейку не уступают ни в сроках, ни в деньгах. И только благодаря тому, что мы сказали, мы действительно в три раза быстрее построим, мы смогли провести успешные переговоры с китайской стороной. Поэтому эти технологии, которые он применяет, это и транснефть, и трансгаз, и лукойл, и остальные, все добывают и кто-то транспортирует. Поэтому мы сюда пришли. Спасибо за комментарии. Касательно технологии, о которой Владимир Алексеевич уже обмолвился, это технология Директ Пайп. Мы соединили две технологии ГНБ и микротуннелирование. И получился такой некий симбиоз, достаточно успешно себя зарекомендовавший во всем мире. Уже более 10 лет, в принципе, у нас около 150 проектов сделано по всему миру. И титаническими усилиями в этом году мы завезли первую установку в Россию. И сделали ей 1300 метров под рекой Кама. Компания «Татнефтепроводстрой» реализовала этот проект за два месяца. Они закончили от начала до окончания проходки, было два месяца. Такую же установку была завезена белорусской компанией, но на территорию Сербии. Там есть проект, всем известный турецкий поток, который идет продолжение дальше на Европу. И в Сербии для турецкого потока строился переход под рекой Дунай. 1400 метров. Завершение проекта произошло через один месяц. То есть, получается, за месяц был реализован полностью проект. 1420 труба внешним диаметром на 1400 метров. Скорость проходки в сутки 120 метров максимальная была. Средняя у них была где-то метров, наверное, 60-80. Две минуты тебе еще. Слишком много уступаешь. Да, да, я извиняюсь. Это вот, как сказать, технология Директ Пайп, где основной момент, то есть, хотел рассказать, как она работает, это микрощит. К нему крепится сваренная плеть трубы. Она может быть 300, 500, можно даже километр. На поверхности стоит доталкиватель труб, так называемый, и он вдавливает микрощит через трубу под реку, и потом, соответственно, выходит сверху. Вот как это выглядит установка. То есть, трубы разные применяются, покрытия разные. Диаметром у нас максимальный диаметр – это 1520 миллиметров. Пару картинок. Пайп-экспресс? Не надо. Я просто еще уточню. Если раньше трубы в реках чаще всего выходят из строя труба, на дно новые проложили, и экология не волновала, и ничего не волновало, то сегодня экология выходит на первое место. Проложить в сложных гидрогеологических условиях под одном трубопровод, то есть транснефть, и тому же трансгазу, или для любых коммунальных условий. Даже с существующими вот этими установками ничего другого нет, как либо микротоннелировали, либо ННБ, проложить практически часто невозможно из-за гидрогеологических условий. Вот эта технология фантастические вещи реализует, переходы. Вот мы ездили под Милан в прошлом году. Валуны сцементированные разного диаметра, ни ННБ не смогли пройти, ни ствол пройти толком для микротоннелирования, тем более это нужно было ниже уровня воды, чаще всего это и намного, где-то 10-15 метров ниже уровня воды. В таких условиях не могли никто реализовать. Вот эта технология легко делала 70 метров за 12 часов, ну там от 35 до 70 метров, но они просто не спешили, не хотели показывать рекорды. Элементарно, это такая фантастическая техника, которая позволяет, а мы, такая большая страна, пять лет пытаемся это привести в Россию, но, слава Богу, в этом году хотя бы появились первые условия в России. Нет нормативной базы, нет проектов. Нет в проектах, прошла экспертизу, не будет никаких новых механизмов применено. Вот это как бы в продолжении той сессии, которая была раньше, что такое нормативная база. Мы вот в этом направлении, в горном, ну я не знаю, как это назвать, для прокладки трубопроводов, для всего того, что я перечислял, мы просто на задворках оказываемся. Нет нормативной базы, нет проектов. Нет проектов, нет этой техники. Нет этой техники, не будет и нормативной базы. Круг замкнулся. Круг замкнулся. Вот мы пять лет хотя бы для «Газпрома» пытались, хотя бы одну установку, чтобы создать нормативную базу. Так и не привезли. За пять лет труда, слава Богу, для объектов в Сербии, куда «Газпром» сделает какую-то нормативную базу в Сербии. А там не было нормативной базы, я так понимаю, там как бы на договорных обстоятельствах договорились. Ну да, еще плюс частный инвестор. Благодаря этому хотя бы первую установку появится, хотя бы будет какая-то нормативная база. Но это уже опять вчерашний день. У вас уже дальше мини-дайк-пайп, какие вещи вытворяют. Мы отстаем, отстаем и в нормативной базе. Я не знаю, нужна ли такая нормативная база. Мы пять лет делали стандарт для ГНБ, который уже совершенно для прокладки каких-то коммунальных систем подходит, для работы с рудниками, на дегазации. Там ничего об этом нет. И как быть с нормативной базой? Эту вот тему надо сообща и горнопромышленникам, как внедрять новые техники, новые технологии. Мы просто оказываемся на задворках цивилизации, я бы сказал так. В дополнение скажи, что технологии уже 10 лет. Артём, спасибо, мы не одни. Здесь еще раз я хотел бы сказать, что газопроводы, которые у нас в теплосети, вы видите, что творится с теплосетями по телевизору, что творится с газовыми сетями. Мы просто молчим об этом, а их состояние устаревает, их нужно менять, они хрупкими становятся от того, что газ. И вот для газовых сетей я пригласил сюда немецких коллег наших. Артём, спасибо. Да, спасибо большое. Прогласил.